Россия, безусловно, выиграет в противостоянии Западов. И на Западе это прекрасно понимают. Но давайте сейчас поговорим о том, что будет после этого. На родину вернутся десятки тысяч ветеранов специальной военной операции, которые защитили нас и спасли весь мир, как наши деды в 1945 году. Они вправе требовать признания их заслуг и морального, и материального. Готовы ли мы к этому? Это обсуждается в том числе в нашем краевом парламенте. Сегодня в студии Политпрайма Сергей Александрович Зюбар, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, и Максим Анатольевич Шелуханов, ветеран боевых действий, точнее, председатель Хабаровского регионального совета краповых билетов ветеранского резерва. Здравствуйте. Ну, давайте первый вопрос все-таки ветерана. По личному опыту, что труднее всего после возвращения в мирную жизнь? Я думаю, здесь самый трудный этап – это возвращение к обычной жизни, потому что все-таки там большой стресс, там люди едут, понимая, что могут не вернуться. Соответственно, это дополнительная ответственность. И когда приезжая с такого места, нужно как-то плавно влиться в обычную жизнь, в обычную рутину, скажем так, где нету стресса, где люди, некоторые даже не понимают, что такое война, для чего они там были. И, конечно, в этом плане ребятам очень будет тяжело. Но я думаю, то, что мы обсуждаем, это им поможет, привлекет в первую очередь внимание, внимание к их поступкам. И там, где они были, я думаю, мы все вместе им поможем. — Готовятся ли краевые власти к тому, что они вернутся домой? — Безусловно, готовятся. Это потребуется работа по реабилитации наших ребят-военнослужащих. Это и психологическая помощь, это и медицинская помощь, это и юридическая помощь. То есть вся нормативная база для этого уже создана, законы приняты, постановления гумернатора, также Михаила Владимировича Дегтярева приняты. Помимо этого, в Хабаровском крае создан фонд защитника Отечества. Как раз помогает нашим военнослужащим и их семьям в поддержке. То есть смотрит, какие государственные поддержки могут помочь. Или та или иная льгота относится к тем или иным военнослужащим, мобилизованным или ветеранам боевых действий. Оказывают сопровождение в лекарственном обеспечении, психологическая помощь, предоставление технических средств реабилитации, санитарно-курортное лечение. То есть огромный большой спектр кураторов, которые находятся в фонде защиты отечественной. Как раз для того, чтобы люди могли восстановиться и влиться нормально в жизнь нашего края. Ну, прав я или нет, что для ветерана было бы прежде всего самым оскорбительным неуважение к нему, да? Ну, конечно. К сожалению, такое иногда случается. Да? Здесь именно принятие закона – это с точки зрения внимания и дань уважения тем, кто проходил боевые действия, кто сейчас проходит. И, наверное, определенный стимул уважения тем, кому еще предстоит это делать. Ну, мы несколько перескочили вперед. Речь идет о законе о введении Дня ветерана боевых действий, да? Краевого. Расскажите подробнее. Да, это памятная дата. В сентябре вот на заседании дома, на черном заседании Думы, мы приняли такой закон. Депутаты выступили, фракции ЛДПР, с этой инициативой признать 1 июля памятной датой День ветерана боевых действий. Мы проанализировали ситуацию по субъектам, как нас регламентирует федеральное законодательство. На федеральном законе не установлены такой памятной даты. В 13 субъектах Российской Федерации, местных, краевых, в законах прописаны соответствующие даты. И мы приняли решение, провели совещание, привлекли фонд защитника Отечества. И, скажем так, получили одобрение о том, чтобы как раз памятная дата была именно 1 июля. Ну, насколько я помню, краповые береты каждый год и так отмечали его. А что меняется? Ну, здесь не то, что краповые береты. На самом деле, если взять историю, то у нас очень много было вооруженных конфликтов, где военнослужащие, офицеры, солдаты, сержанты были признаны, ну, получали статус именно ветерана боевых действий. Он всегда отмечался в узком кругу, потому что таких масштабных боевых действий, слава богу, у нас не было. Но сейчас с начала мыслов, конечно, все обратили взор и правильный взор на то, что действительно сейчас придет просто огромное количество ветеранов боевых действий, которым нужно будет внимание и понимание, что они это все делали не зря. И всегда этот праздник 1 июля, еще с моей бытности, да, 10 лет назад, он был всегда неофициальный. Можно сказать, в узком кругу, все собирались, все это понимали. Но сейчас, благодаря депутатам Законодательной Думы, этот день выходит на новый уровень, где у нас будет привлечение внимания, в первую очередь, в городе, граждан, мероприятия различного рода. В принципе, мы уже в вашей передаче обсуждали это, что мы проводили, наша организация была основателем проведения праздника, именно 1 июля, Дня ветеранов боевых действий, когда этот праздник еще не был принят официальным днем. Но для нас этот день был и сейчас еще и на законодательном уровне присутствует в нашей жизни. Я правильно понимаю, что государственного дня нет, да, и в каждом регионе самостоятельно решают вводить его или нет? Да, такой датой не установлено на федеральном уровне. Есть федеральный закон, где признается 15 февраля, напоминаю, что это день вывода войск из Афганистана, 15 февраля признается как раз такой датой, где отмечаются военнослужащие, которые участвовали в горячих точках. Воины-интернационалисты. Воины-интернационалисты. Но вот здесь у нас тоже такой вопрос возник. 1 июля, это немножко такая неисторическая дата, но тем не менее она объединяет такое количество большой ветеранов. А давайте спросим, почему 1 июля? Ну, не мы придумали это, это было обсуждение наших старших боевых товарищей, вот они когда-то собрались 1 июля, обговорили эту тему, что нужен объединяющий день для всех ветеранов боевых действий, а их большое огромное количество конфликтов. Это и Афганистан, и Чечня, и Дагестан, и еще очень много событий. И это как-то пошло уже исторически, скажем так, потому что все интернет-пространства, картинки, везде указывалось 1 июля. Но в феврале все равно остается день воины-интернационалисты, да? Федеральный закон его никто не отменял, но именно такой памятный дат, как день ветерана боевых действий на федеральном уровне не установлено, и нам закон позволяет на краевом субъекторовом уровне установить эту памятную дату. Тем более, эта памятная дата, 1 июля, она не только в Хабаровском крае, она неофициальна во многих субъектах. В большинстве субъектов она является 1 июля неофициальна. Но мы решили по другому пути пойти, сделать ее официальным, чтобы как минимум признать эту дату. Во-вторых, дать возможность проведения определенных культура массовым мероприятиям в эту памятную дату. То есть какие-то спортивные мероприятия, обратить взор нашей молодежи. То есть сделать такой хороший день, где все ветераны встретятся, объединятся, подключатся молодежь, патриотические разные организации, фонды защитники Отечества и многие другие люди, которые помогают нашим ребятам, участникам специальной военной операции, как раз в этот день, чтобы поговорить и в том числе обсудить, какие меры требуются поддержки для наших военнослужащих, что еще государству нужно сделать, что еще нужно обратить для того, чтобы военнослужащие проходили очень оперативно и качественную реабилитацию. То есть большой спектр мероприятий, уверен, будет произведен. Максим Анатольевич, вот Сергей Александрович уже перечислил в начале меры поддержки, материальные, которые оказываются. На ваш взгляд, этого достаточно, либо с точки зрения ветеранов и их семьи требуется что-то еще? Я выскажу свое мнение по этому поводу и мнение как ветерана боевых действий, что я думаю, здесь у каждого своя роль. Вот для нас, для ветеранов важен день памяти, чтобы в этот день, вот еще самое главное, наверное, о чем мы разговаривали перед принятием закона, это все-таки объединение ветеранских организаций в едином дне. В принципе, статус ветерана боевых действий он один и не важно, где ты принимал участие. Вот здесь для нас важно. А с точки зрения поддержки, она всегда нужна, она всегда будет поддерживаться где-то финансово, где-то в каких-то мероприятиях и так далее. Это будет еще раскручиваться и раскручиваться. Но самое главное, это то, что все-таки этот день призван официальным. И этот день будет праздноваться, будут вспоминать ветеранов, кого-то нет уже сейчас с нами, кто-то действующий. И, наверное, от лица ветерана боевых действий для меня вот это самое главное. А на меры поддержки, о которых вы еще говорили, какие-то можно еще упомянуть. Все это выделено уже средствами в краевом бюджете? Безусловно. Мы буквально недавно принимали изменения в краевой бюджет, добавили 5,7 миллиардов рублей. Там есть и краевое финансирование, налоги и федеральные. То есть все обязательства исполняются. Основные расходы, конечно, это социальный блок, но и направление, связанное с поддержкой военнослужащих, выделяется вся необходимая сумма. А это у нас и единовременные денежные выплаты, и материальная помощь. Это и выплаты при получении профессионального обучения. Это ребятам до 23 лет учатся в наших среднеспециальных образованиях. Это и вот я уже говорил о бесплатной юридической помощи, бесплатной психологической помощи. Это и бесплатно горячее питание. Это в сфере ЖКХ, мобилизованным гражданам, которые в случае несвоевременной уплаты, значит, не начали цепенять. Это газификация до 150 тысяч рублей, это компенсация разных понесенных расходов. Это и сохранение мест рабочих. Это тоже очень важно говорить. И вот мы также приняли в сентябре законопроект, который по поручению президента Владимира Владимировича Путина внес Михаил Владимирович Дегтярев. Это об установлении в Хабаровском крае закона о предоставлении бесплатных земельных участков для военнослужащих, тех, кто участников специально военных операций, награждены орденами мужества и героями России, бесплатных земельных участок. И вот буквально законопроект будет подписан и опубликован. И уже, я уверен, в ближайшее время есть уже такие заявки, есть уже такие обращения. Наши военнослужащие и семьи смогут воспользоваться этой помощью. Максим Анатольевич, я подумал, что, в принципе, самое трудное, пожалуй, для ветерана будет, ну, вы уже сказали, найти место в мертной жизни. И, возможно, если кто-то захочет поменять профессию, да, это же все возможно теперь? Конечно. Конечно, безусловно. Вот для этого и создаются фонды поддержки тех военнослужащих, которые прибывают со специальной военной операцией. Ведь у нас не только, скажем так, действующие военнослужащие служат, у нас служат мобилизованные добровольцы, у которых краткосрочные контракты. И, возможно, там, будучи в такой стрессовой и сложной ситуации. Кто-то захочет поменять профессию, кто-то захочет построить свой бизнес, участок. Это та благодарность маленькая, которую мы можем высказать нашим защитникам. Ну, я хочу сказать, что если вдруг у кого-то возникает проблема с получением помощи, обязательно пишите в нашу программу. Ну и, конечно, обращайтесь в государственный фонд «Защитники Отечественной». Напоминаю, он прям посреди Хабаровского окраина, площади Ленина, возле краевого правительства. Кстати, а к вам ваши боевые братья не обращались? Никого не оскорбляли, не динамили? Нет. Знаю как минимум двух-трех наших боевых друзей, лично которых, чтобы не было, которые обращались, получали помощь определенную, каждый по своему вопросу. Отказа на него. Люди работают, фонд работает, это очень радует, что люди действительно, когда приедут, и которые приезжают, самое главное, они будут находиться под поддержкой. Спасибо. В студии Политпрайма были Сергей Александрович Зюбр, первый заместитель председателя законодательной думы Хабаровского края, и Максим Анатолий Челуханов, ветеран боевых действий, председатель Хабаровского регионального совета краповых беретов Федеранского резерва. Мы прервемся ненадолго, а потом поговорим о возрождении легенды. Это геология.